всем привет ну вот закончился матч между зенитом спартаком счет 3 1 вот и мое мнение это матч вы знаете зовут за последний лет 15 когда словно говоря когда господь пришел зенита вот такие яркие матчи между этими командами но я я считаю например что это главный матч в российском чемпионате да вот то среди всех матча между спартаком и зенитом это вот единственный матч в котором был преимущество одной команды настолько тотальным что я даже не представляю для меня это конечно загадка большая почему так произошло потому что преимущество зенита была настолько огромный не в голах не голы здесь ни при чем зенита выиграл у спартака и 5-0 и 5-1 и 5-2 но в этих матчах вот когда они там выиграли с такими счетами там не было такое тотальное преимущество зенит по моментам по центральной зоне по прессингу по скоростью командная скорость была ну я не знаю как гепард и улитка вот такое сравнение я взглянул в конце матча статистику ударов по воротам 27-5 вы представьте 27-5 пользу зенита удары створ 8-2 зенита в первом тайме спартак не нанесли ни одного удара створным при этом зенит пропустил гол в свои ворота забили да но вот на спать и вот настолько огромное тотальное преимущество одной команды но это блять конечно не интересно было смотреть просто не интересно просто вот зенит шел заходил штрафную блять делал все что угодно бил поворот ну конечно игроки зенита олени еще и те мимо ворот били да вратарь выручал но настолько огромное тотальное преимущество это просто ужас я вот в этом сезоне да вот зенит проводил матч выиграл урала да но даже там такого тотального преимущества одной это зенита не было вот тут но настолько две разные команды у меня вообще слов не вот что может сказать о целом о матче теперь по поводу вот зенита и спартака ну вот мы хуесосим зенит да вот как они хуёво выступили в лиге чемпионов зачем на такой чемпион чемпион но вы ребята просто вы сравните вот зенит спартака со со спартаком да вот представьте что если спартак вышел играть в лигу чемпионов вместо зенита был бы он в группе да я блять не знаю что там с ним лацио сделал бы я блять не знаю сколько 10 10-0 выиграл 20-0 я не знаю что борусь я быть каким-то 10 составом борусь играла бы я бы играл спартак то есть главное что это в этом матче между зенитом спартаком бросилась глаза это очень плохая командная скорость спартака очень плохая то есть она не настолько медленные были и грубейшие ошибки по вообще постановки игры тренерская тренера делал установку на игру у него абсолютно безграмотное видение игры да но самое главное это все таки это очень низкая командная скорость очень низко я наверное такой низкой командной скорость нет одной команды пример лиги не видел это просто удаст вот на матче тв сказали что это вот спартак устал от чего не блять устали ну ладно с этими хуями понятно блять там зенит спорта зенита цска краснодар да у них было там графикации 6 матчей лишний провели да а краснодар еще больше провела ничего квалификации играли но спартак то чего устал ебаный урод вы принципе купили игроков ну кто там не играл спартаке сегодня кокорин и соболев все все играли основные бакаев он определяет а командную скорость все все остальные игроки играли я вообще не понимаю почему спартак был такой мертвый совершенно мертвый повторяя такого спартака мертвого я не видел наверно блять не знаю лет 15 я просто не помню когда было настолько огромное преимущество одной из команды да там мог быть счет и кто-то скопнул там мог быть счет и 11 так закончится да мог бы счет мой 11 мог и спартак там какой-то 2 автогол забида это футбол но в данном матче настолько огромное преимущество мы вообще не только счет обсуждаем просто хочу сказать мы вообще как команда играет настолько огромное преимущество одной из команд это просто пиздец просто пиздец у меня слов нет то есть я ожидал что это вот такой дерби будет такой как месиво там будет равные команды играть ну наверно у зенита будет небольшое преимущество там оказалось пиздец просто вообще для сока такое количество моментов я не видел и сколько там должен зенит был забивать я не знаю 10 8 1 там 12 у меня слов не и вот по поводу т.д.с. я считаю что все уже ребят вот кто болеет за спартак да поймите я абсолютно объектив я не хочу чтобы одна команда была очень в нашем чемпионате сильнее других да я не хочу слабого спартака но вот с этим тренером да спартак не будет сильным точно у него нормальный состав в т.д.с. у него выдавали больше года он же когда в ноябре помню прошлого года пришел да и за этот год он нихера не сделал причем в этом матче даже тактический физрук симак давай я считаю физрук симак это физрук симак даже он обыграл этот т.д.с. это не физрук это не тренер и не физрук это трудовик его даже нельзя подпускать чтобы он обучал физкультуре школьных т.д.с. надо убирать вот я вам точно говорю то есть чем раньше вы его уберете тем лучше для вас самих то есть для спартака потому что с этим составом надо нормально играть нормально в атакующий стиль нормальный состав у спартака и я считаю что не знаю на мой взгляд т.д.с. ну все ну вот для меня т.д.с. все понятно для меня т.д.с. это такой попрыгунчик скок 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 психует там бегает о бляля все пидорасы на нас там хенкеля убили там поглядели хуёво на него все против нас против нас но командную игру ты вообще не построил ты вообще вот как тренер ты трудовик ты трудовик тебе на пенделем бля пизду там германию в италию там только вали отсюда спартаке делать нечего тебе в любой российской команде делать не хуй потому что ты не тренер все т.д.с. себя исчерпал чем раньше спартаке вы его уберете из команды тем лучше для вас ну это старая история с тренером спартака да но вот сейчас т.д.с. когда это вот вариант который просто надо убирать когда-то аналог конного ну я не хочу это сравнение но я знаю что с т.д.с. точно ничего хорошего не будет вот точно сейчас зимняя пауза надо брать нового тренера и с новым тренером делали предсезонный сбор делается все с т.д.с. делать не хуй самая грубая ошибка фидуна будет если он сейчас не уберет т.д.с. я прекрасно знаю что многие за т.д.с. к барзекин за т.д.с. но это не тренер все в этом матче было все показано он к этому матчу готовился весь сезон у него не было еврокубков они даже на кубок и молодежность составом ездили они готовились к этому команда оказалась не готова такого тотального бардака такой такая тотальная преимущество зенита никогда не было не при одном тренера ни при карпе не при эмире там не при черчество не прикол а так так матч одни ворота ребят и ну для меня чемпион россии абсолютно известен это зенит в этом году будет преимущество слишком огромное надо остальными командами вот но кто-то скажет опять зенит будет лиги чемпионов как ну а что вы вот вы представьте что вот спартак будет с такой скорость вы вообще поможете представить что спартак будет играется блять я я не представляю я не знаю сколько им забьют если зенитом блять должен был там 10 12 сколько им латсу с иммобили забьет не знаю там сколько им мобили должен забить 67 только им мобили поэтому вот такое мое мнение пишите что думаете всем пока